Чтение хороших книг Чтение хороших книг – это разговор с самыми лучшими людьми прошедших времен. И при том такой разговор, когда они сообщают нам только лучшие свои мысли. Эти слова приписывают Декарту. Позже Шопенгауэр написал, «Большая часть человеческих знаний во всех отраслях существует лишь на бумаге, в книгах, этой бумажной памяти человечества. Поэтому лишь собрание книг, библиотека является единственной надеждой и неуничтожаемой памятью человеческого рода. Сегодня в современном мире книга ничуть не утратила своей значимости в жизни человека». Здравствуйте! С вами программа «Русская культура. Истории О». Книга появилась на свет немногим позже, чем сам человек. Вначале человеку нужна была только материальная пища, но вскоре духовная стала такой же неотъемлемой потребностью. Хорошие, редкие книги помещают в национальные библиотеки. Они на особом учёте, за ними охотятся. Почитать, полистать редкий экземпляр, прикоснуться к драгоценности, которая вне времени и эпох – большая удача. Вот как я сейчас держу книгу, принадлежащую перу Владимира Жерве, партизан-поэт Денис Васильевич Давыдов. На сегодняшний день я не могу сказать, что это библиографическая редкость, но у меня в руках именно библиографическая редкость, потому что это издание подписано самой рукой автора. Адресована она была в исторический музей Устюжского пехотного полка имени князя Багартиона, то есть именно того полка, в котором служил Денис Давыдов. Подписано полковником Жерве 22 октября 1913 года в Санкт-Петербурге. В общем, история поступления таких книг очень интересна. Мы ее пытаемся отслеживать, потому что есть книги, которые пришли к нам из Петербурга, из Москвы, из других губерний. Вот каким-то образом они оказались именно в фондах нашей библиотеки. Вот тоже хочу обратить ваше внимание на книжечку с штемпелем домашней библиотеки Николая Ивановича Мамонтова. Это брат Савы Ивановича Мамонтова, который со своим другим братом Николаем Ивановичем Мамонтовым издавал очень много книг в конце 19-го, начале 20-го века. Вот я даже сейчас вам покажу, какие фундаментальные издания выпускала эта типография. Домашний быт русских царей. Что же такое книжная культура? В научной и специальной литературе мы встречаемся с огромной массой самых разнообразных толкований, основополагающих профессиональных понятий и их производных. Книга, книжное дело, издательское дело, русская книжность, издательская культура, книжная культура, культура книги, искусство книги, книжное искусство, типографическое искусство и так далее. К истории развития книжной культуры мы прикоснулись в Центре редких и ценных изданий библиотеки имени Горького. О необходимости создания Центра заговорили в конце 80-х. С тех пор и начался процесс сбора книг, которые многое могут рассказать нам о неизведанных страницах истории и культуры. Центр редких и ценных изданий был организован сравнительно недавно, в 1992 году. Однако формирование фонда шло с более ранних годов, это где-то с 1923-1925 годов. То есть с момента, когда были слиты три библиотеки воедино, и их фонд составил основу фонда нашей библиотеки. Выявлялись книги в основном по хронологическому периоду, то есть книги 18 века и по 1917 года. Но это был, так скажем, приоритетный принцип, по которому отбирались старые книги. Однако с течением времени стало ясно, что книги не только интересны 17-18 веков. Книги бывают интересны и конца 19 века, и начала 20 века, и даже книги, которые мы приобретаем сейчас. Потому что подход к редким и ценным изданиям несколько изменился. Я сейчас вам покажу самое старое издание, которое мы имеем в нашем фонде. Это издание 1670 года «Цицерон. О природе Бога». Издано оно было в Париже, но издано на английском языке. Относится это издание к категории книжных памятников, поскольку оно выполнено на бумаге ручного литья. Что такое бумага ручного литья? Это бумага, которая формировалась из тряпок. Старые тряпки. Особая была технология. Они в большом чане вываривались. И в конечном итоге получалась такая клейкая масса, которую выкладывали на сукно, придавливали полотном и клали под пресс. И в результате потом, когда всё это высыхало, проклеивали специальным таким клеем. И получалась вот такая очень прочная, достаточно белая бумага, которая значительно лучше сохранилась на сегодняшний день, чем древесная бумага 19 века. Если мы внимательно с вами посмотрим, вот на свет, эти книги особенно интересны тем, что бумага на свету имеет водяные знаки, то есть филигрань. Книга на русском языке самая древняя. Это 1757 года, вышедшая в Санкт-Петербурге, универсальная арифметика Николая Курганова. В двухтомном российском энциклопедическом словаре в определение понятия культуры вкладывается и совокупность созданных человеком в ходе его деятельности и специфических для него жизненных форм, а также самый процесс их созидания и воспроизводства. В этом смысле понятие культуры включает в себя знания и умения, язык и искусство, характеризует специфические сферы деятельности. В этом отношении термин «книжная культура» напрямую не употребляется, но его присутствие очевидно. Производство литературы – это часть духовной культуры. Знания, язык, искусство, художественная культура – всё это в конечном итоге и создаёт систему книжной культуры. В Центре редких и ценных изданий собраны образцы книжной культуры за несколько столетий. Весь фонд Центра редких и ценных изданий представляет собой коллекцию. Однако по разным параметрам мы уже внутри этой большой коллекции делим наш фонд на отдельные небольшие коллекции, которые представляют интерес для библиофилов, для историков, для людей, изучающих штампы, кслибрисы, штемпели. То есть мы отслеживаем историю книги, историю бытования книги. Наибольший интерес, конечно, представляют книги с экслибрисами наших известных рязанцев. Ну, это Алексей Васильевич Селиванов, всем нам хорошо известный человек, который был, можно сказать, основателем нашего теперь государственного архива Рязанской области. У него была богатейшая библиотека. Основную часть он оставил в библиотеке архива. Но вот некоторые экземпляры все-таки попали из общего фонда хранилища и к нам в библиотеку. Надо сказать, что мы продолжаем поиски людей, которые оставляли свои автографы, оставляли свои штемпели. Но на сегодняшний день мы пока не знаем, кто это. Можем только предполагать, допустим, как вот в данном случае я держу книгу некого Владимира Петровича Немтинова. Понятно, что это дворянская фамилия, мы попытались это узнать. Но пока не удается уточнить, что это был за человек. Хотя, судя по тому, что у нас несколько таких книг и имеется штемпель, то есть он был изготовлен специально для него, вероятно, это был довольно известный человек и такой страстный библиофил, потому что книг у нас с его автографами и штемпелем не так мало. Если мы говорим о книге как сокровищнице, то ценность целой библиотеки преувеличить сложно. Среди самых известных книгохранилищ мира выделяют библиотеку герцога Августа Брауншвейгского, который жил в 17 веке и был заядлым библиофилом. Современники рассказывали, что часы, проведенные им за чтением книг, он считал лучшими в своей жизни. За время своей жизни герцог собрал такое количество книг, что его библиотека стала восьмым чудом света. Многие ученые Европы стремились поработать в этой библиотеке. В Рязанском центре редких и ценных изданий есть экземпляр из нее. Это карманное издание, которое удобно брать с собой, например, в дорогу. Сейчас у нас новый этап работы. Это работа с трофейной литературой. В 1946-1947 годах было в Москве сформировано большое книгохранилище, в которое были сведены книги в основном из Германии, Австрии, Болгарии, Румынии, то есть тех стран, с которыми непосредственно была война. Книги оказались совершенно уникальны. Они были распространены по очень многим библиотекам в то время Советского Союза. И на них был наложен гриф секретности. То есть эти книги прошли инвентаризацию, то есть им был присвоен определенный инвентарный номер, но они как бы лежали в запасниках. И для широкого круга читателей они не были известны. И только вот совсем недавно, когда началось изучение этих трофейных библиотек, вдруг стали открываться совершенно уникальные книги. Вот я сейчас держу книгу из библиотеки герцога Брауншвейгского. Эта библиотека является, по признанию вообще мировому, «Восьмым чудом света». Да, потому что сама библиотека начала формироваться еще с XVI века. В этой библиотеке находились совершенно раритетные издания. Все они расползлись по многим странам мира. Ну и вот отрадно отметить, что на сегодняшний день мы имеем, пока не могу сказать точно, но несколько экземпляров из этой библиотеки. Что является идентификационным знаком? Это X-Libris, знаменитый X-Libris герцога Вергельма Брауншвейгского. С понятием культуры часто связывают понятие искусство. Одна из основных функций искусства – это художественное творчество, включающее литературу, живопись, графику. В одном из энциклопедических словарей есть существенное дополнение. В художественное творчество включают и другие разновидности человеческой деятельности, объединяемые в качестве художественно-образных форм освоения мира. Сегодня мы поговорим о книжных иллюстрациях, как неопъемлемой части книжного искусства. Извечный спор, нужно ли иллюстрировать книги, каждый решает сам для себя. Есть мнение, что художник навязывает читателю образу, который увидел сам. Но с другой стороны, возможно, благодаря иллюстрациям мы только глубже понимаем задумку автора, смотрим на произведения не только своими глазами, но и глазами иллюстратора. Разные авторы по-разному относились к иллюстрированию их собственных произведений. Например, мы знаем, что Гоголь очень не хотел видеть свои произведения проиллюстрированными. И знаменитые циклы, как, например, цикл художника Марка Шагала, который был создан «Мертвым душем», это уже было создано после его смерти. Прижизненные издания с иллюстрациями Гоголь всячески пытался запрещать и пресекать. Наверное, он исходил из предположения, что художник может повлиять на восприятие читателя, навязав ему тот или иной образ. Именно тот образ, который увидел художник, и который смотрит на него с книжной страницы, будет у читателя перед глазами. Иллюстрации, которые мы видим на страницах книг, работа скорее полиграфов. Основой для них становится картинка, созданная художником-иллюстратором. За 15 лет существования Вита Нова собрала значительную коллекцию оригиналов иллюстраций, которые часто экспонируют на выставках. В Рязани можно увидеть 74 произведения семи авторов из Москвы и Петербурга. Мы не сразу принимаем решение о том, кто будет какую книгу иллюстрировать, и даже не мы принимаем это решение. Мы предлагаем художнику варианты, художник сам читает книги, если он, естественно, их читал, то перечитывает и вспоминает свои ощущения, и выбирает того автора, который кажется ему созвучным, его восприятие, его мироощущение. Трепет, с которым относились к книге во все времена, объясним. Страницы многих изданий хранят память, знания и опыт давно ушедших поколений. Прикасаясь к ним, мы сохраняем связь. С вами была Марина Комиссарова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова